В эфире служба новостей Саров 24 в студии Катерина Пёнова. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Генеральный план города обсудили на публичных слушаниях. Какие вопросы волновали саровчан? Ради жизни 20 апреля национальный день донора. Кожный мяч. В Сарове стартовали городские соревнования по футболу. Далее расскажем обо всем подробно. Саров в 2045 будущий облик города обсудили на общественных слушаниях в администрации 19 апреля. Проектировщики представили свое видение генерального плана. Горожане предложили идеи и внесли замечания. Указом президента в августе 2021 года к Сарову присоединили новые территории части Вознесенского, Дивеевского и Темниковского районов. Так возникла необходимость в разработке нового генерального плана города. Проект должен был пройти публичное слушание, а окончательный вариант администрации необходимо представить к июню этого года. Проблемой в настоящее время развития города является полностью исчерпание всех земельных ресурсов. И поэтому это является достаточно серьезным сдерживающим фактором развития территории. Соответственно, с учетом ранее разработанной концепции, проектом генерального плана предусмотрено увеличение численности населения до 123 700 человек. Генеральным планом предусмотрено отведение территорий под перспективное жилищное строительство. Основная доля данных территорий предусмотрена размещать в северной части присоединяемой территории. Более 96% предусмотрено под многоэтажную жилую застройку. Под эти цели отведено 319 гектаров. Здесь можно построить более 2 миллионов квадратных метров жилья. Предусмотрено и создание новых социальных объектов, в том числе школ и детских садов. Предусматривается размещение двух поликлиник, увеличение мощности существующей поликлиники с учетом произведенных расчетов, потому что в связи с увеличившейся численность населения может возникнуть дефицит. В том числе предлагается увеличение автопарка существующей станцией скорой помощи. Для развития инфраструктуры, для занятий спортом, проектом генерального плана заложено размещение двух физкультурно-оздоровительных фоков, строительство зданий лыжной базы, а также строительство спортивной площадки вокруг спортивной школы Саров. Также проект генплана предусматривает строительство здания городского музея, Центра культурного развития и детской библиотеки. Помимо присоединения территории, в генеральный план добавили новые объекты, в том числе там появилась дорога, проходящая через Саровскую ривьеру. Предполагалось, что она будет проходить с улицы Советской до проспекта Музруково, таким образом срезая угол театра. Однако наличие такой дороги вызвало возмущение всего микрорайона. Письма с подписями против отправили в администрацию жителей улиц Музруково и Казамазово. В том числе в одном письме было 120 подписей. Дороги не будут, проезд никто там не планирует, это даже регулирование регулированного плана. Это по-другому, с теми, с спортивной площадкой, школы. Что, лучше выбирать у школы? Ничего, еще раз повторяю, дорогу мы немножко лично организовали, сознаем, что это моё, но проезд мы даже не думаем, это не регулирование. Мы предлагаем, когда есть, включить вообще любого рода проезды там, лично почему, значит, до данного момента. Структура жилищного комплекса обеспечивает, значит, покупку личного автотранспорта жителей Саровской регины. При этом не блокируется проезд, обеспечивает проезд тяжелой техники муниципальных служб. И также свободно будет проезд, обеспечен автомобиль, специальное назначение, пожарная, скорая помощь, ученицы и полиция. Также жители отметили, что есть проблема въезда в жилой комплекс. Со стороны Музруково предложили реструктуризировать перекресток строителя Захарова-Музруково. Предложение добавили в протокол для дальнейшей проработки. Еще один вопрос, вызвавший бурные обсуждения, касался дороги между таунхаусами в 22-м микрорайоне и школой 11. Местные жители высказались против, но проект планировки на эту территорию, по словам Михаила Кашпаева, утвержден. Там не дорога, а также проезд, потому что даже сама эта школа запроектирована, вся техническая часть, выезд на проезд. То есть какой-то там красивый школьный бульвар, а сделок пока не подставляется. Она уйдет к генеральному плану, скорее всего, как дорога, но поставится как проезд, который запроектирован ранее. Сколько нас людей собрали? Мы в прошлый раз 400 подписей собрали, принесли. Мы все равно эту дорогу поставили в генеральный план. Все равно поставили деньги, но давайте мы... Надо сколько? Тысячу привезти людей? Или как? Эта дорога, она была, присутствовала, и она является частью транспортной инфраструктуры города. То есть мы понимаем, если я ваше желание рядом со своими домами не иметь транспортной какой-то структуры, но для нужного обеспечения города это необходимо. Рога и этот сквер, они как были генеральному плану, сегодня действующим как-то новым. Они основные части улиц, но уже реализованы те параметры, которые реализовываются. Кроме того, жители предложили предусмотреть создание инфраструктуры для велосипедистов, увеличение числа парковок, решить вопрос с выделением участков для многодетных, уделить больше внимания созданию комфортной городской среды для инвалидов. Екатерина Опенова, Константин Островский, Александр Мальков, Служба новостей, Саров, 24. У отцов-одиночек появится больше оснований для получения материнского капитала. Госдума на пленарном заседании приняла правительственный законопроект об этом во втором чтении. Меры господдержки распространят на мужчин, если они соответствуют следующим критериям. Одиноко воспитывают второго, третьего ребенка или последующих детей, которые рождены после 1 января 2007 года. Одиноко воспитывают первого ребенка, рожденного после 1 января 2020 года. Дети при этом должны иметь гражданство РФ. Поправки касаются случаев, если мать детей, не гражданка России, умерла. Пока что отцы-одиночки могут получать поддержку только в том случае, если умершая мама – россиянка. Также проектом закона предлагается ввести право на дополнительные меры господдержки к детям в случае смерти мужчины, одиноко воспитывающего детей. В такой ситуации право на материнский капитал переходит к детям в равных долях. В случае окончательного принятия закон вступит в силу с 1 мая. За получением сертификата можно будет обратиться в любой территориальный орган пенсионного фонда или в МФЦ. Отметим, что размер материнского капитала с 1 января нынешнего года вырос на 3,7% и составил 483 800 рублей на первого ребенка и 639 400 на второго. Выплаты назначаются как на рожденных, так и на усыновленных детей. Саровский драматический театр начал работу над новым спектаклем «Дракон». Притчу по пьесе Евгения Шварца поставит режиссер Светлана Князева, известная нашим зрителям по семье Конвей. «Дракона» покажет зрителю уже в следующем сезоне. Другая важная информация в подборке коротких новостей. С начала следующего учебного года в российских школах в начале недели будет исполняться гимн России, сообщил во вторник министр просвещения России Сергей Кравцов. Уже 1 сентября в каждой школе будет исполняться гимн в начале учебной недели и поднятие государственного флага, сказал Кравцов на первом историческом форуме «Сила в правде». Ранее министр сообщил, что за 2022-2023 годы все российские школы обеспечат государственными символами. По его словам, введение в школах традиции поднятия флага станет важным элементом формирования патриотизма. Саровский медицинский колледж приглашает на день открытых дверей. Абитуриенты и их родители узнают об истории медицинского колледжа, о перспективах развития, об особенностях обучения и профессионального роста, о мерах социальной поддержки обучающихся, о нюансах приемной кампании. Сотрудники колледжа проведут для гостей экскурсию по кабинетам до клинической практики, а студенты расскажут об учебе и внеучебной деятельности. Телефон для справок 54650. 19 апреля в Нижнем Новгороде состояла встреча губернатора Нижегородской области Глеб Никитина с участниками 24-х Олимпийских игр в Пекине. Губернатор вручил воспитаннику нашей спортивной школы Олимпийского резерва «Атом» Артему Мальцу и его тренеру Николаю Седову благодарственные письма и пожелал дальнейших успехов и удачи в подготовке к следующей Олимпиаде. 20 апреля в мире отмечают Национальный день донора. Этот праздник посвящен в первую очередь тем, кто безвозмездно сдает свою кровь во благо здоровья и жизни совершенно незнакомых людей. В этот день также чествуют врачей, которые проводят забор крови, контролируют санитарное состояние станции переливания крови, разрабатывают методики и аппаратуру. Ежегодно в России более полутора миллионов человек нуждаются в переливании крови. Кровь и ее компоненты необходимы пациентам с тяжелыми онкогематологическими заболеваниями. Женщинам в послеродовом периоде, пациентам, попавшим в дорожно-транспортные происшествия. К переливанию крови перебегают как к последнему средству, когда жизнь человека висит буквально на волоске. При этом для донора процедура сдачи крови совершенно безболезненна, а в некоторых случаях и полезна. После процедуры кровоодачи мы особенно смотрим за новичками. Те кадровые доноры, которые у нас приходят, скажем, раз от разу, и много очень почетных доноров, на самом деле, у нас даже сегодня, это те, кто стал больше 40 раз кровью или 60 раз плазмой. Они, как правило, чувствуют себя очень хорошо, они адаптированы к кровоодаче. И сама кровоодача, она стимулирует организм. С улицы людей на кровоотдачу не берут. Все желающие сначала записываются. В течение месяца медики собирают данные о потенциальном доноре. Его историю болезни, не стоит ли он на учете в психдиспансерии, не находится ли в контакте с инфекционным больным. После чего приглашают на процедуру. После регистрации доноры направляют на анализ крови из пальца, проверяют уровень гемоглобина, а затем на медосмотр. Отмечается это в медицинской карте и отправляется на завтрак. У нас в соседней комнате происходит завтрак. В завтрак ходят у нас чай, печенье, сахар. Это профилактика омарка, она считается обязательной в нашей стране. После того, когда попьет чай, отправляется в операционную уже. В операционной проводят не больше 5 или 10 минут. Ежегодно в нашем городе сдают кровь до 600 саровчан. Многие приходят не один раз. Общее число донаций за 12 месяцев в среднем составляет 1500. Путь к донорству у каждого из этих людей свой. Юлия Юдина поделилась с нами своей историей. Впервые сдавала кровь для своего сына в Нижнем Новгороде, в большом центре, в пункте проливания крови. И получилось так, что в тот момент, когда я заполняла анкету, поступил звонок на пульт, в ожоговый центр. Нужна была кровь для девочки 4-х лет. Мы еще не успели заполнить анкету. И здесь следующий звонок о том, что кровь не нужна, девочка умерла. В тот момент душа у Юлии что-то перевернулась. Она вернулась в город и приняла решение стать донором, помогать людям жить. Женщина занимается этим благородным делом почти 10 лет. Ей немного осталось до звания почетного. На станции переливания крови Юлию встречают как доброго друга, как и всех остальных, кто решил присоединиться к делу спасения жизней. Но один момент заставляет задуматься. Средний возраст доноров сейчас 25-50 лет. Очень мало молодежи. Зная, что нет еще такого препарата, который заменил бы человеческую кровь, мы уверены, что наша молодежь обязательно подхватит знамя этого гуманизма и обязательно протянет руку любому человеку, нуждающемуся в помощи. То есть движение донорства в нашей стране будет продолжаться до того момента, когда ученые изобретут тот препарат, который сможет полностью изменить человеческую кровь. Екатерина Пенова, Константин Островский, Александр Мальков. Служба новостей из Саров, 24. Икспортивным новостям. Три проекта получат грант-администрации для социально ориентированных организаций, которые работают в области развития игровых видов спорта. 500 тысяч рублей выделят Федерации хоккея города на улучшение материально-технического обеспечения хоккейного клуба Саров. Напомним, в минувшие выходные клуб завоевал золото в чемпионате Нижегородской области высшей лиги впервые за всю историю существования. Столько же получит баскетбольный клуб «Атом» на проект «Баскетбол в Сарове от массовости к мастерству». Более 480 тысяч поступят Федерации футбола на проект «Я футболист». В Сарове стартовал городской этап турнира «Кожаный мяч». В соревнованиях принимает участие 21 команда в трех возрастных категориях. Первыми на поле вышли футболисты 2007-2008 годов рождения и 2011-2012. История турнира берет свое начало в далекие 60-е. «Кожаный мяч» – это крупнейшие в стране соревнования по футболу среди детских команд, которые проводят и по сей день. В этом году акцент сделали на школы города и учреждения дополнительного образования. Команда «Лиса» из ЦВР встретились на поле с воспитанниками «Икара» 2013 года. К слову, «Лиса» развенчивает любые мифы о том, что футбол – не женская игра. «Вертарем» – это когда тебе летит мячик, ты должен вылететь, ну то есть встретить, чтобы поймать мячик и не забить, и чтобы вам не забили ворота. Мы готовились очень упорно, старались, мы старались, чтобы победить». Старания ребят оказались не напрасны. «Лисы» в первый день турнира победили своих противников с разгромным счетом 11-0. На соседнем поле сразились команды 11-й и 10-й школ. Первый тайм на голы щедрым не был, ни одна из команд не отдавала преимущества другой. До перерыва 10-й школе все же удалось отправить мяч в ворота противника. Но ребята из 11-й школы смогли отыграться и завершили матч со счетом 2-1 в свою пользу. «Ребята собрались впервые, по крайней мере, под моим руководством, да, поиграть, попробовать футбол, посмотреть, что это такое вообще футбол. Ну, на большом уровне играем, на большом поле, то есть для них это что-то новое, интересное опять же, какие-то взаимодействия новые, какие-то новые знакомства. По крайней мере, я к этому отношусь так, как это у ребят. Ну, для них, наверное, это соревноваться в первую очередь, показать себя». За победу в турнире борется 21 команда в трех возрастных группах. Первыми на поле вышли городские команды 2007-2008 и 2011-2012 годов рождения. Игры будут проходить две недели с понедельника по пятницу с 15 до 18 часов. Финальную серию состязаний проведут 25 и 29 апреля. Анна Пилипец, Андрей Махмудов, Сергей Ряпов, служба новостей, Саров-24. И это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала «16», в социальных сетях ВКонтакте и Однокласснике. Там же вы найдете все информационные выпуски и авторские программы. В студии работала Екатерина Опенова. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Субтитры подогнал «Симон»!